Здравствуйте! В эфире программа «О чем говорят?» О чем можно говорить, когда вот оно, первое сентябре. К тому же слишком много обсуждалось и говорилось об изменениях, которые появляются в школьном образовании, и слуха вокруг этого громадье. Вот и будем разбираться. Мой собеседник, заместитель министра образования Самарской области Надежда Борисовна Колесникова. Здравствуйте! Спасибо большое, что пришли. Действительно, слишком много говорилось о разных изменениях, хотя, в принципе, об этих изменениях говорилось и в прошлом году, и даже немножко в позапрошлом. Но, тем не менее, давайте о наиболее значимых изменениях, которые коснутся и учителей, и родителей, и педагогов в этом новом учебном году. Давайте начнем хотя бы с обязательного стандарта. Вообще, мне хочется с большой долей уверенности сказать, что никаких изменений, которые могли бы глобальных, которые могли бы волновать очень сильно родителей, учеников, безусловно, нет. Система образования развивается планово, в режиме рабочем, поэтому вообще ни о чем не надо волноваться. Но слухами земля полнится, и тем ближе к первому сентября, у нас, тем более, слишком большое количество средств массовых информации, наверное, они нагнетали немножко вот эту атмосферу. И тем не менее, давайте. Ну, тем не менее, на что хотелось бы обратить внимание, что переход на федеральные государственные образовательные стандарты идет ежегодно. Каждая параллель к этому процессу прибавляется. И у нас уже с первого по седьмой класс все дети перешли на новый федеральный государственный образовательный стандарт. Опубликованы программы, приняты учебные планы, сформированы все предложения по внеурочной деятельности. То есть теперь школа четко понимает на долгие годы вперед, в каком режиме, в каком направлении школа будет работать. И для нас это очень важно. На что хотелось бы еще обратить внимание с точки зрения стабилизации ситуации. Принят историко-культурный стандарт исторического образования. То есть была проведена огромная работа учеными-историками, которые посмотрели все учебники. Приняты те, в которых как бы общепринятое вот такое толкование истории. Появился новый учебник истории в этом году. Появились новые линейки, которые позволяют в едином образовательном пространстве все-таки формировать такие смыслы личностные, исторические всего общества и педагогического, и родительского, и, прежде всего, конечно, ученического. Очень важно, наверное, проговорить ситуацию с начальной школой. Очень много домыслов всяких по поводу проверочных работ в четвертых классах. Что это за новый ЕГЭ в начальной школе. Беспокоятся родители. Беспокоятся, да. Всех пугают этим большим ЕГЭ выпускным. А тут еще... По этому поводу волноваться ни в коем случае нельзя. Проверочные работы действительно будут по русскому, математике, окружающему миру. Они будут едины по своему содержанию, но их проведут сами учителя в своих собственных школах. Задача просто посмотреть, как стандарт работы. Как стандарт работы. Вы знаете, я вас буду перебивать, но, тем не менее, если вспоминать, то наше с вами большое далеко. Ведь были же постоянные контрольные работы какие-то. Постоянные. Годовые диктанты, которых уже давно, к сожалению, нет. И все остальное никто как-то... Мы боялись, может быть, но в меру. Ну, на самом деле, все понимают, все приходят к выводу. Вы знаете, даже губернатор Самарской области и уже в прошлом году поставил эту задачу. Он говорит, посмотрите качество образования, кроме итоговой государственной аттестации. Походите на уроки, проведите контрольные работы, измерьте, сделайте анализ. Он говорит, один единый государственный экзамен полной картины не дает. Конечно, не дает. И вы знаете, он абсолютно прав. И в Министерстве образования и науки Российской Федерации как будто услышали эти слова. Поэтому такие плановые и региональные, и российские проверочные работы, они будут. Но они направлены только на одну, чтобы никого не пугать, а просто сделать такой качественный срез. Как учим и над чем работать дальше. В принципе, согласен. Вообще начали говорить про ЕГЭ. Я обратил внимание, по-моему, не так давно, и министр образования Российской Федерации говорил, что не стоит судить о школе по данному и пройденному ЕГЭ ни в коем случае никакую вот эту вот турнирную таблицу себе в умах не выстраивать. Потому что, в принципе, экзамен – это все равно лотерея некоторым образом. Ну, все-таки лотерея подготовленная. Подготовленная, да. Тем не менее, да. Вот смотрите, если мы начали говорить об обязательных стандартах, что там сразу бросается в глаза? Это, вот мы говорим, от массовой школы к индивидуальному процессу получения знаний, да? Вот. Это определенное количество наполняемости в классах, это определенный стандарт преподавания. Тем не менее, можно я так чуть-чуть… Не то, что негативно, не то, что сомнений в педагогической среде вызывает. Вот смотрите, наполняемость классов 25-30 человек. Мы можем, положа руку на сердце, сказать, что да, мы к этому уже подошли. Можем. Можем. В Самарской области можем. Мы можем говорить о том, что да, все-таки классы у нас в своих объемах растут в крупных городах, в крупных муниципальных образованиях, к сожалению. И у нас возрастает количество учащихся, которые занимаются во вторую смену. Просто вот этот демографический подъем, который начался, несколько лет тому назад, он наконец подошел к школе. Но должна, может быть, сказать не очень популярную мысль. Со мной, конечно, могут спорить и родители, и педагоги. Но вы знаете, когда мы учились по 30-40 человек в классе… Да, я помню. В моем классе было 42 человека. И европейские школы, американские школы, китайские школы, они тоже достаточно наполнены с точки зрения класса. Конечно, идеальный вариант – 25-26 человек. Но пока есть образовательные учреждения, где количество детей гораздо больше. Но правильно организованный образовательный процесс, сейчас технологически это сделать можно. Это за счет двух смен, опять же? Нет, я имею в виду на самом уроке. На самом уроке. Даже когда детей 25, 28, 29 человек, все равно можно построить так урок. Само преподавание. Само преподавание. Свои технологии, они есть, чтобы дойти до каждого ребенка. И, в общем, это, прежде всего, педагогическое искусство. Но говорить о том, что мы сейчас построим сотни школ немедленно и тут же… Мы их так давно не строили, если честно, в городах-то больших. Вы знаете, проблема не только построить новые школы. Действительно, сейчас везде, где возможно, вот в крупных микрорайонах, которые пристраиваются целыми районами, губернатор только в этом году заложил три школы новые, которые будут строиться, безусловно. А что делать в густонаселенных районах, в старых частях городов? Да, где строить негде, собственно говоря. И ситуация такова, что нужно будет работать в тех условиях, которые есть. Поэтому… В сложных условиях. В непростых, но не уникальных. Хорошо. Давайте о других. Вот тоже есть еще моменты, которые для меня и для многих требуют разъяснения. Я вот не совсем понимаю вот это. В школьной жизни появятся электронные учебники. Да. Ну, очень интересная тема, потому что электронный учебник – это вообще какая-то некая иная технология. И педагогическая, и технология работы самого ребенка. Да, обучающая. Ну, сразу хочу сказать, что переход на электронные учебники будет очень постепенный, медленный. Сказать, что мы сейчас готовы к переходу на электронные учебники мы не можем. Да и не нужно это делать быстро. То есть нужно понимать ответы на очень многие вопросы. Ну, первое. На каких носителях будут электронные учебники? Что за гаджет? Правда, они так быстро развиваются, что сказать, что будет завтра, уже сложно. По крайней мере, перед разработчиками электронных учебников Министерство образования и науки Российской Федерации поставило задачу, чтобы выход мог быть на них. То есть их можно было скачивать и на мобильные телефоны, и на планшеты, и на любые другие гаджеты. В принципе, есть электронные версии любого учебника. Да, совершенно верно, но не совсем так. Вот я понимаю, что здесь что-то, собака-то какая-то зарыта. Нет, нет. Во-первых, вы абсолютно правы, что ученик может пользоваться и электронной версией, и печатной. Или стать страницей, да. Совершенно верно. Они идентичны во многом. Практически во всем. Но смысл-то какой-то другой должен же быть. Не только что он по телефону учебник этот читает. Совершенно верно. Но в электронном учебнике предусмотрено еще очень много всяких операций, которые можно сделать прямо внутри. То есть, во-первых, есть ссылки в интернете, где можно будет посмотреть и учебные видеофильмы, и демонстрацию в лаборатории, конечно. Они сопровождаются тестовыми какими-то заданиями, которые тут же можно выполнить, чтобы проверить, как я усвоил. Возможно, какие-то пометки у себя сделать, на что-то обратить внимание. То есть, когда ты работаешь с этим вопросом. Возникает вопрос, а всем ли они будут доступны, эти электронные учебники, как это будет построено. Потому что разные же и возможности у учеников. Кто-то с планшетом может позволить себе ходить, да и… Конечно. Поэтому и задача стоит в том, чтобы все вопросы решать поэтапно. То есть, чтобы работал одновременно и печатный учебник, и электронный. Чтобы учителя были настроены на то, чтобы работать и в печатном режиме, и электронном. У нас есть достаточно большая масса родителей, которые вообще не приемляют электронные средства обучения. Которые говорят о том, что мы будем учиться только по учебнику. И на это у них есть пока свой вопрос. Причем это даже сложнее, мне кажется, и глубже, чем ты выбираешь, какую книжку читать, да? Да. Ты можешь читать электронную книжку или на компьютере. Или ты читаешь свою, привычную. А здесь действительно нужно глубже смотреть. С одной стороны, действительно удобно, а с другой стороны, очень следует задуматься, а не слишком ли много сидим перед этими экранами. Насколько это… Другой вопрос. Я не знаю. Мне все-таки хочется сказать. Мы же так часто говорим, что не сидите… Помню, маленькие были. Не сиди перед телевизором – вредно. Не сиди перед компьютером – вредно. Даже по ГЗОТу существует какое-то количество. Сколько мы проводим. Ну, когда-то говорили, что и на самом деле книжку читать надо правильно. Да, и книжку надо правильно. А тут мы говорим еще о электронной учебнике. Я хочу вот соблюсти вот эту грань. Вот золотую середину. Ну, вот золотая середина достигается только опытом. Опытом. То есть, когда постепенно приезжают разработчики, они свои идеи поясняют учителям. Учителя глубоко отрабатывают все возможности электронных учебников. На экспериментальных классах это работает, где сами родители уже к этому готовы, где ученики согласны. И так постепенно, поэтапно мы будем осуществлять такое. Это уже другой виртуальный мир, я думаю. Наши дети, конечно, в нем лучше ориентируются. Хорошо. Вот еще одна интересная мысль мне подсказывает, практически время подошло к концу. Правда ли, что Минобранаука предлагает педагогам карьерную лестницу, и в школе могут появиться разные должности? Помощник учителя, учитель-наставник, учитель-методист? Ну, я думаю, что это не карьерная лестница, а просто разнообразие педагогических специальностей. Уход от административной, именно в педагогическую сторону. Да, оно, конечно, будет большим. То есть появляется, например, тьютер, человек, который просто сопровождает ребенка в образовательном процессе, ребенка с ограниченными возможностями здоровья, либо имеющего проблемы в социальной адаптации и так далее. То, что вы перечислили педагогические специальности, суть-то остается одна – учитель. Просто должностные регламенты, время работы, подготовка, образование профессиональное – все-таки стремится к своему разнообразию, и это правильно. Потому что сейчас современное образование диктует много различных задач. В свои условия. Ладно, хорошо. Последний вопрос у нас как с педагогическими кадрами? Потому что я помню, что всегда это был очень больным вопросом и больная тема. Но последние годы что-то менялось и довольно-таки сильно. Ну, как говорится, не что-то. На самом деле и правительством Самарской области, и губернатором, прежде всего, Самарской области, были предприняты самые решительные такие шаги по финансовой поддержке, по моральной поддержке педагогов, молодых учителей. И это, несомненно, дает свои результаты. Даже вот то решение, чтобы все молодые педагоги у нас получали до своего повышения квалификации, то есть до своей аттестации первой по пять тысяч рублей ежемесячно, в качестве вот такой поддержки, чтобы удержать их в школе, это сразу же дало возможность молодым людям закрепиться в образовательных учреждениях. И не думать о том, чтобы найти какую-то другую работу. Сейчас уже 10% в среднем у нас молодежи в школах, по некоторым районам до 14% доходит. И вот сейчас уже мы понимаем, что первый раз в свой класс придут, ну, по нашим подсчетам, около 500 молодых учителей. Учителей. Для нас эта цифра такая, да, очень серьезная. 160 из них получат такие серьезные подъемные средства. Ну, это в те школы, в те села, куда молодежь обычно не добирается. Но вот при поддержке такой мощной финансовой, когда они получают и 320 тысяч рублей одновременного, одновременных подъемных средств, дает им возможность, конечно... Профессия учителя снова становится престижной. Это так давно не было, и, конечно, это очень отрадно. Вы знаете, она становится престижной со всех точек зрения. И с экономической в том числе, и с моральной. И только сам учитель должен тоже понимать, да, что он должен быть достоин. Спасибо вам большое. Я тороплюсь. Но, тем не менее, сегодня время подошло к концу. С первым вас с сентября. Вот. Поэтому поздравляю и вас, и всех коллег. Спасибо. А я еще хотел напомнить, что программа «О чем говорят» теперь и в эфире Самарского губернского радио. Не получилось посмотреть. Можете услышать радиоверсию беседы в 21.00. Спасибо большое вам. До свидания. Да, спасибо. Спасибо. Продолжение следует. Спасибо. Продолжение следует...